То, что пришли за Ваш интерес. Меня зовут Райнер Кетфальц. Я один из руководителей Института исследования сознания и психотерапии во Фрайбурге, Германия. И я координатор тренинговой программы, которая называется «Исцеляющее поле». Я сейчас скажу несколько слов о тренинге. И тогда каждый из тренеров скажет что такое исцеляющее поле, а потом каждый из тренеров тоже расскажет что дать себя. Это программа, которая готовит трансперсональный психотерапевт. А если Вы уже трансперсональный психотерапевт, то это обогатит Ваши навыки и мудрость. Вы видите, это работает очень хорошо, но не работает. Это будет две сессии семинаров по десять дней два раза в году. И весь тренинг займет четыре с половиной года. В конце программы Вы будете сертифицированы международным институтом. С так называемым золотым сертификатом. Это золотой. Вы можете его на стену положить. И этот сертификат авторизует Вас, дает Вам право работать как трансперсональный психотерапевт. Также, конечно, в соответствии с законодательством Вашей страны. Дополнительно с супервизиями. Дополнительно с супервизиями. Дополнительно с супервизиями. Дополнительно с супервизиями. Дополнительно с супервизией. Германиями. И Россией. Россия, Франция, Испания. И Россия, Франция. Места проведения будут в Марокканской пустыне, в Южной Германии, в России, в Петербурге и в Москве. Итак, целая группа из локации в локацию, и мы ожидаем, что будут люди из разных культур, стран. И так же тренеры привносят свой культурный, страновой опыт, свой взгляд на то, что они будут вести. Вы получите впечатление от взгляда каждого из нас, и мы уже какое-то количество лет работаем вместе, мы были вместе в монастыре, мы написали книгу. Поэтому мы уже нашли определенную общую понимание трансперсиональной психотерапии с индивидуальными различиями. Вероятно, вы будете проходить через очень глубокий личный трансперсиональный процесс в течение программы. Конечно. И так же вы познакомитесь с инструментами, которыми мы будем с вами делиться, со всеми инструментами, которые узнали мы как учителя. Чтобы успешно работать как трансперсиональный психотерапевт. Хорошо. Хорошо. Это все, что я хочу сказать сейчас. Хорошо. В конце концов, вы можете задать все вопросы, которые вы получили. в конце концерра. Я Игорь Язиц. Я также руководитель этого института. Ректор института. Игорь Язиц. Я немного расскажу о названии, которое мы дали в этом программе. Мы называем его исцеляющее поле. Что это значит? Что это значит? Мы думаем, что сегодня, в трансперсональном понимании, не возможно, что один человек может дать трансперсональный тренинг. Потому что важно не только то, что какой-то один человек очень квалифицирован. Квалифицированный в смысле самоисследования. Квалифицированный в смысле рефлексии и отражения. Теоретическая квалификация. Но важно, кто именно учит этим вещам. Кто этот человек, кто учит? И мы считаем, что недостаточно, чтобы учил один человек в этом поле трансперсональной терапии. С самого начала, это требует отношения. Это требует отношения в личном смысле. Но это требует отношения. Но это требует отношения. Но это требует отношения в разных этапах программы. И мы считаем, что поле, в смысле морфическое поле, обеспечивает отношение и связь такого качества. Таким же образом, как поле на этой конференции. Но это очень специально в этом тренинге, что все учиты не только очень опытные, но и все учиты, но и все учиты. Мы встречались несколько лет регулярно. И обсуждали не только теоретически, но и личностно, очень интимно. Я могу сказать, что со всеми этими людьми я очень связан. И это значит, что мы не только учителя, мы как объединенные друзья. И, конечно, как сказал Райнер, мы все разные. Это может быть большим преимуществом для вас видеть разные аспекты трансперсональной терапии. Но мы разные и с точки зрения разных инструментов, которые мы используем. Исцеляющий поле означает, что мы соединены, что мы соединены, мы соединены на глубоком интимном уровне и на духовном уровне. и с ощущением творения этого исцеления в вас. И также для нас. И мы все связаны единым полем, которое присутствует во всех нас. Я думаю, что вы почувствуете это в течение этого периода. Это не только рациональная связь. Это глубокая эмоциональная и духовная связь. И я думаю, что дух нашей команды обогатит вашу работу. Сейчас мои коллеги расскажут немножко о своем вкладе. Итак, это начинает начать с небольшого приключения. Хорошо, перед тем, что я поговорю больше лично, я хочу добавить что-то. Я думаю, что это может быть важным для вас, чтобы вы получаете четвертую виду обновленности. Я хочу немножко добавить в себя к понятию солящего поля, как Райна сказал, что мы будем встречаться дважды в год по 10 дней. И в зависимости от сессии у вас будут разные темы с разными людьми. Иногда 10 дней, иногда по 5 дней. Два раза по 5 дней. Да. Два раза по 5 дней. Но у вас будут как разными людьми, и они будут поговорить больше об этом. Два людей, которые будут там постоянно. все время. У вас будет некоторая контируальная ниточка в виде двух человек, которые будут с вами все время. Чтобы помочь нам двигаться по своему пути, по вашей пути эволюции. И также помогать нам понимать, где находится группа, в каком состоянии, что происходит. И кто-то из нас там будет один раз, кто-то по несколько раз, один или два. Я хочу продолжить то, о чем говорил Инга. Я забыла сказать мой имя. Я Бернадет Лин из Франции. Мой духовный мастер использует, чтобы сказать, что лучший подарок, который вы можете подарить другому человеку, это качество вашего внимания, качество вашего присутствия. И я думаю, это основа того, что мы хотим передать. Я думаю, это основа того, что мы хотим передать. Это конференция об инструментах эволюции. Но за пределами каждого инструмента, за каждым инструментом, есть человеческие существа, люди. Как в тренинге у вас есть учитель, как в терапии у вас есть психотерапевт. И вне зависимости от того, чем мы будем пользоваться, мы всегда будем ассоциироваться с тем, кто мы есть. И где мы? И где мы? И где мы? Я думаю, что это важно для меня и для меня внимания для меня, чтобы знать, что моя консекрашность, моя способность хонорина и поддерживающая жизнь. Для того, чтобы быть осознанным, мне нужно понимать, какой у меня путь продвижения, какой у меня путь благословения в этой жизни. Поэтому мы создадим этот контекст, потому что это что-то, которое мы должны инвестируем, и вы, как серапис, должны инвестируем с вашими клиентами. И есть очень практические способности, чтобы способствовать, чтобы индустрируем эту качество присутствия. И помогают осваивать эти инструменты создания качественного присутствия. И это значит, что мы будем все время работать на двух разных ступеньках. На уровне эго и мы будем смотреть на динамики нашего эго. Будем работать с вашими и нашими эго. И соединяться со своим глубинным Я, со своей сущностью. И это станет знакомым для вас. Это то, что вам предстоит делать в вашей профессиональной практике. Одним из моих интересов в этой программе будут отношения, именно терапевтические отношения. Что в первую очередь означает, какие у меня отношения с собой. И потом мои отношения с другим. Я также включена в дыхательную работу, холотропное дыхание. И я не могу понять, что психотерапия не будет принимать какую-то форму связи с нашим дыханием. Я не могу представить, как это может быть психотерапия без соединения через дыхание. И мы будем учиться создавать живые отношения со своим дыханием. И я думаю, что это будет хорошо, если Магда и Шума... Потому что Магда и Шума... Это те ученики, которые будут там каждый раз, каждый раз. И будут эти коллективные функции. Сейчас Магда и Жанна не поговорят, потому что они будут теми двумя людьми, которые все время будут с вами. Я бы хотела сказать, что эта программа уникальна. Уникальна. Три года назад, когда мы начали проекты... ...2 года назад, когда мы начали проекты... ...вот тебе и уникальность. Я могу понять, как и уникальность у нас. Я могу понять, как и уникальность у нас. Я не могу понять, что это было не только по-русски. Мы не можем работать в этом теле... Мы тоже не можем... Это было... Есть ли еще раз? Есть ли еще раз? Нет, 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 нет. Наши характеристики этого тренировки... Я говорил об разных процедурах тренировок из России, из Украины, из Франции, из Спании... Это создает сильный тренировок. Я был тренировок 20 лет назад в европейском программе с Россией и Советской Республикой. Два лет назад я преподавал с русским тренером из Советской Республики. Более 20 000 участников приезжали во Францию, Испанию, Португалию, Германию, Англию. Более 20 000 участников приезжали во Францию, Испанию, Португалию, в Бавляцию и Калинигию. По многим странам. И в течение программы они приезжали то из одной страны, то из другой. Это очень интересно, что мы создали такой опыт. Это не для туристических целей. А если мы поедем в Марокко, это для глубокого духовного опыта в пустыне. Итак, духовно ориентированный, присутствующий, проживающий. Это не тренинг онлайн, которых сейчас много. И с нашим присутствием, вы знаете, всю нашу команду, которую вы видите. Вы можете видеть наш опыт. Посмотрите на наши волосы. Вы можете видеть наш опыт. Вы можете видеть наш опыт. Я считаю, в поиске, но это не просто. . И все равно, что я могу сказать, что с моей женой, Магдой, мы пары, специализируются на чём-то трансперсональном. Пара, которая специализируется на чём-то трансперсональном. Ну, последнее слово. Мама и папа. Мама и папа, семейный тренинг. Мама и папа. Ну, не так много. Ну, мы тренинг, психологи, психологи. Мы работаем, у нас есть тренинг, 20 лет назад. Но в этом случае, мы будем в каждой встрече, модулях, путешествовать группу, путешествовать. Мы преподаем уже двадцать лет, в этой программе мы будем с вами вместе на протяжении всей программы. Я думаю, что Джаума более-менее писала, рассказала. Может быть, вы можете сказать что-то про свою работу. Мы работали с шаманами, шаманизмом, и мы предложим работу по неошаманизму, который называется шаманская активация, где ритуалы, церемонии и разные образования и знания от разных индийских племен. Мы поделимся и будем практиковать. И Магда руководитель института трансперсональной психологии в Барселоне, который тоже дает счастью Евратас. И она очень хороший терапевт, вы знаете, так счастлива я. Она очень хороший терапевт, видишь, как я счастлива. Дальше к ней. Я думаю, что это не лучшая. Это не потому, что вы бросаете волосы. Она привела меня как пример. И она очень струнно! Она сделала пентакий в степени. Спасибо. Струнно! Спасибо большое за вашу здоровье. Вам приглашают у вас? Я Релина из Червалии. Я педагогическая психология специализован за 20-летие в работе по степени trauma. Я Релина из Германии. Я педагогка специализируется на травм 90 лет. У меня докторская степень и исследование по поводу травмы. Я много работаю с телом, движением, танцем, творческим самовыражением, также шаманскую работу. И я специально фокусируюсь, что это не достаточно только работая на индивидуальном уровне, а также работаю с трансгенерационным, коллективным опытом. И также работаю над экологией через соединение с природой. Спасибо. Спасибо. Владимир Майков, я занимаюсь 25 лет преподаванием транспарсиональной психотерапии. Я руководитель программы по транспарсиональной психологии и психотерапии в Московском институте психоанализа. Может быть, ты можешь перевести себя? Я учусь в Транспарсиональной психологии и психотерапии в Московском институте психоанализа. Это очень привилегия быть частью большой соединения с фрайбургом институтом. Я высокая честь быть членом международной команды преподавателями в Фрайбургском институте, с которым меня связывают, как Клинг отметил, и все отмечали многолетняя личная дружба и связь. Мы знаем друг друга с разных сторон на протяжении долгого количества лет. Я в этой программе буду давать авторские исследования, связанные с изначальной психотерапией, то есть с древними практиками заботы о душе. Это результат моих более чем 20 лет исследований транспарсиональной психотерапии, сущностей психотерапии. В этом программе я буду преподавать мою vision о фрайбургском институте психотерапии, сущностей психотерапии, сущностей психотерапии, сущностей психотерапии. Также я буду преподавать транспарсональный подход к эросу и сексологии. Также я буду преподавать транспарсиональный подход к эросу и сексологии. Спасибо. Спасибо. Сергей, пожалуйста. Я Сергей Стрикалов из России, Санкт-Петербурга. Я по образованию врач. И еще с детства меня очень интересовали вопросы, кто такой человек, где живет душа и в чем смысл жизни, зачем мы здесь живем. И всю мою жизнь я искал ответы на эти вопросы. И тогда, когда учился в медицинском институте. И после, когда руководил лабораторией по изучению подсознания человека. И когда я занимался у самых разных учителей и гуру. С 32 года я сам веду свои собственные семинары и тренинги. На этом я могу сказать, что для меня огромная гигантская честь быть в этой команде. Уникально то, что каждый месяц у нас коллективные медитации по скайпу и настройка друг на друга. Несмотря на то, что все мы говорим на разных языках, у нас удивительно теплое общество и мы чувствуем друг друга, несмотря на все километры, которые нас разделяют. Несколько слов относительно того, что я буду давать на этом тренинге. Вопросы, которые касаются того, что такое внимание. Пожалуй, нет такого направления жизни, где не нужно было бы внимание. Существует много направлений, что такое внимание, как его направлять, каким способом, какие бывают внимания и так далее. Внимание нужно как в личной жизни, так и в профессиональной жизни. Особенно это касается трансперсональных психологов, потому что мы должны настраиваться не только на то, что мы видим, но и то, что мы чувствуем относительно нашего клиента или группы. Мы с вами во время этого воркшопа познакомимся с тем, не только каким бывают внимания, но и какие причины уводят нас от внимания, что нас заставляет убирать его и быть невнимательными. Я уверен, что к концу этого модуля наша осознанность намного повысится. Я уверен, что наша осознанность будет увеличиваться до конца этого модуля. Буду рад встрече. Спасибо. Я буду говорить тоже по-русски. Я надеюсь, что меня переведут. В первых словах хочу еще раз обратить внимание, что мы все такие вот разные из разных стран, преподаватели этого института. Мы все образуем некое очень глубокое единство с одной стороны. Но с другой стороны, каждый из нас это некая грань одного огромного кристалла. И в то, что делает каждый из нас великолепно дополняет то, что делают другие. Мы великолепно сочетаемся друг с другом. И люди, которые пройдут обучение у каждого из нас последовательно. Получат весь этот кристалл вместе. Теперь несколько слов о себе. Я думаю, что те слова, которые я сейчас скажу, я думаю, каждый из говорящих о себе по идее должен говорить такие же. Я занимаюсь тем, что я считаю самым главным. Я делаю, что я считаю, что самое важное в человеке – это его энергия, его состояние и его переживание. И все это поставляется в психику человека, его бессознательную. И все это поставляется в психику человека, его бессознательную. И, понимаете, если мы умеем, если мы соединены, если мы соединены со своим бессознательным, то оно становится нашим великолепным ресурсом. И для того, чтобы с чем-то соединиться, нужно с этим познакомиться. И для того, чтобы с чем-то соединиться, нужно с этим познакомиться. И мой способ знакомства с архетипами, с субличностями, с частями бессознательного. Это через опыт, через переживание. Люди, которые занимаются со мной, используют, я называю это мясом собственного опыта, собственных переживаний. people who learn with me, I call it like meat of my experience, the flesh of flesh. И эта плоть конструирует целостного человека, в котором соединяется сознание и бессознательное. And this flesh builds the holistic person in her conscious sense of conscience together, part together. В своей работе я использую много инструментов, и я их никогда не повторяю. I use many tools in my work, and I never repeat them. One part is theater, and other is regression. The third part is work with special states, art-therapia. Everything goes into work. And with the help of these various tools, the person learns himself and then becomes able to teach others. How to go to the holistic person to meet it? And both conscious and unconscious are united, unified. Thank you, thank you very much. I'm very good. I'm good. Okay, thanks. Меня зовут Ольга Мохина. Я из Волгограда. Россия, соответственно. И для меня действительно очень великая честь быть частью этой команды. Много слов уже было сказано об этом. И с другой стороны, вот сейчас дорогие коллеги говорили так много красивых, высокозвучающих слов, таких как дружба, связь, любовь, кристалл, присутствие. Now my dear colleagues are saying so many nice words, like friendship, love, crystal, connection, surveillance, etc. А я скажу два не очень хороших. Одно из них страх, второе ревность. One is fear, another is jealousy. Страх, потому что я во время этой программы буду говорить о смерти и о том, как смерть может изменить нашу жизнь. И смерть – это корень всех наших страхов. И я это знаю через опыт работы с онкологическими больными более 12 лет уже. И через свой опыт околосмертных переживаний. И через свой опыт околосмертных переживаний. А ревность? А потому что я вам завидую. Потому что когда я слушаю дорогих коллег, и когда вообще вот вытанцовывалась достаточно долгое время вся эта программа, я думала, ну почему этого не было тогда, когда училась я? Потому что я думаю, почему это не было тогда, когда я училась. А кто вам мешает? Она уже преподавала. Я буду об этом думать. Потому что некоторые из модулей действительно, и люди, которые это будут преподавать, действительно очень интересны лично для меня. И я так же говорю о тех, вы сейчас видите не всю команду института, несколько учителей не присутствуют здесь, но мы и помыли. Но я также говорю о том. Спасибо за вашу помощь. Спасибо за вашу помощь. Спасибо. Я отвечаю за всю организационную работу. И я буду очень рада поддержать вас и ответить на вопросы, если вы проконтактируете со мной. У нас есть информационный столик в коридоре и вы можете подойти, взять материалы и задать дополнительные вопросы. Спасибо. Спасибо. Я хочу сказать, что два тренера missing. Один из Штефан Ресслер, который тоже из Фрайбурга, Германия. Он психиатр, 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 психиатр. И его работа концентрируется вокруг сердца. И другой тренер Джудит Милла из Филадельфии. Она одна из первых членов Еротес. И ее работа будет связана отношения с Богом. Я хочу сказать, что все говорили, но это тоже моя очень индивидуальная преференция или зрение на целом тренера. Я сейчас хочу завершить то, что все говорили и какой мой персональный взгляд на эту программу. Эта программа будет о том, как жить из присутствия, из своей глубинной сущности. Ежедневно, каждый день в обычной жизни. И у вас будет четыре с половиной года, чтобы практиковать это вместе с нами. И жить из глубины, из сущности, это значит практиковать свою сущность. И, как Бернадет сказал, это также смотреть на то, как вы издерживаете себя через старые личностные структуры, чтобы жить из своей глубины. Это две стороны, две части трансперсональной психологии. И жить из своей сущности и видеть, как вы ее блокируете, останавливаете, ограничиваете. Хорошо. Итак, у вас есть какие-то вопросы? А можно будет на какие-то модули отдельно проходить? Либо вся программа только возможна? Можно только полностью. Потому что это реально... Процесс. Есть ли другие формы обучения в этом институте? Либо у вас есть другие формы обучения в этом институте? Да. 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 Как и на немецком? Ну, не только на немецком. Да. Да. Да, потому что есть образование по трансформационным инструментам, по работе с économой, и есть еще раз проекты по трансперсональному инструментам. Есть образование по трансферсональным инструментам, по работе с дыханием. Приходите в исцеляющее поле, но в маленьком. Скажите, пожалуйста, будет один набор или это будет системный? Один набор чего? Один набор чего? Один набор студентов, или вы будете повторять программу каждый год? Мы пока не знаем. Мы сделаем это один момент и потом увидим. Может быть, мы бы начали работать и идем до конца профессии? Может быть. Мы увидим, как это выглядит. Это зависит от вас. Как вы можете? Или это возможно только взять какие-то модулы, без посчитывания на сертификат? Нет. Так что вы можете только участвовать в целом тренировке, или нет. Потому что мы будем участвовать в коллективе, которые проходят в целом процессе вместе. И это будет. Например, я не интересен в исследованиях. Вопрос, что могу ли я участвовать в нескольких модулях. Например, мне не нужна терапия. Мне интересны исследования. И да, мне не нужен сертификат. То есть можно ли так участвовать? Если нет, то почему? Да. Я думаю, что это не так, как мы строим все это. Но, знаете, многие люди делают эту вопрос. Так что я думаю, что может быть интересно подумать об этом. Я не знаю. Это не так. Это не официальная программа. Просто... Ответ такой, что мы задумывали эту программу не так. Но поскольку разные люди спрашивают, может быть мы об этом подумали. Да. Можно подумайте, пожалуйста. Может быть, а в чем ваш был бы интерес? Я по образованию клинический психолог. Но я не работаю по специальности. Я занимаюсь производством одежды. Вот так? Да. Но для меня очень важно быть в этом поле и периодически нырять. Да. Это двигает мое вдохновение и мой бизнес. Это двигает мою инспирацию и мою бизнес. Но поэтому я... Отдельные модули. И я бы хотел взять отдельные ойлы. Спасибо. Я только могу сказать, что мы... Да. Мы должны увидеть. Мы никогда не думали об этом. Может быть, это имеет преимущества. Это тоже не преимущества. Да. Вы говорите. Плюсы и минусы. Я делал много, много тренировок в моей жизни. И я знаю... Я прошел много тренировок в своей жизни. Да. Это длинные тренировки. И провел много тренировок. Это тяжелая вопрос, если новые люди приезжают, скажем, на третьей раз. Мы все разные. И мы имеем силы и искусства. Может быть, я знаю некоторые вещи гораздо больше. И некоторые, я не знаю. Нет, нет. Нет, нет, нет. Какое впечатление? Мы думаем об этом. Я хочу попросить вас. Пожалуйста, поставьте свой номер на лист. Оставьте, пожалуйста, ваши комментарии и имена. Чтобы вы можете быть информацией о том, что происходит. Спасибо. Не забывайте. В марте следующего года. В марте следующего года. В марте следующего года. И чем раньше вы зарегистрируетесь, тем дешевле цена. И также, если вы действительно очень-очень не богаты, вы можете поговорить с нами. Деньги не должны быть причиной, по которой вы не участвовали. Вы можете договориться, можно ежемесячно платить. Вы не должны платить все вместе, но если вы хотите платить. Итак, теперь это ваша возможность. Я получила один модуль из Геннадии в его программе. Я учусь. Вы учите как часть этого программа? Вы хотите получить эквивалент? Да. Да. Началось. 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 Это еще один вопрос, над которым мы не думали. Это еще один вопрос, над которым мы не думали. Это еще один вопрос, над которым мы не думали. Это первый вопрос. Второй вопрос. Суперевизорство в какой форме будет проходить? Скайп-сессии или это будет личное индивидуальное присутствие? Какая форма суперевизорства по скайпу или офлайн-сессии? Конечно, это трудно, потому что мы все из разных стран. Так или иначе. Так или иначе. Ну что, правда, что ли, что в марте начнется? В марте? В марте? Может, пораньше? Может, пораньше? She said that she suggested to start earlier. She said that she suggested to start earlier. She didn't want to wait. I'm just waiting. Tomorrow I would start. Вчера Let's start here. So, thank you. Yes? Is some basic education required? Yes. There are certain preconditions. And please ask me whether you fulfill these requirements. Yes. It is always also an individual question. Yes. Can you see? Yes. There is a new website, which is ready and finished, but unfortunately not receivable here. And we have on our general website, we have a section on this training as well. So, as long as a new website is not working, you'll find all information on our general website. So, there are brochures outside on the table, if you don't have one yet. There are brochures outside on the table, if you don't have one yet. And I give you the address for the new website. It's www.transpersonalhealingfield.com One word. Transpersonalhealingfield. We will write that. I will write that. On the table. On the table. So, thank you very much for coming. Perhaps you are interested in the training or perhaps you know somebody who would or could be interested and we would be very glad and grateful. if you could forward the information. I would like to have applause for Anna.